Они старательно готовились больше месяца и 9 мая не подвели. Медали за участие в ростовском параде победы двум сотням юноармейцев вручили на самбекских высотах Алексей Лагвиненко и герой России Анатолий Сафронов. Молодцы, спасибо вам, ребята, потому что это очень важно, что вы у нас есть, что мы очень гордимся вами. Тренировки были сложными, вспоминает 17-летний Роман Апарин. Хотя опыт есть, это уже второй в его жизни парад. Было очень тяжело, в плане того, что подготовка длилась очень тяжело, надо было, чтобы все ходили в ногу красиво, подготовились нормально. Тяжело учение, легко в бою. Так и здесь. На тренировках было тяжело, все-таки все собрались и сделали то, что нужно. Военный парад значит многое как для меня, так и для всей страны, всех юноармейцев, всех, кто в нем участвовал. Награждение лидеров военно-патриотической работы «Золотая звезда-2023» продолжилось в зале музейного комплекса. Бойцы, многим из которых всего на несколько лет старше, чем вы, сейчас находятся на передовой. Ежедневно направляют мужество и героизм. Очень важно, чтобы патриотическое воспитание формировало в каждом из вас готовность стать на защиту нашего Отечества. Победителям многочисленных номинаций проекта «Юноармейские марши» вручили кубки. А абсолютным чемпионом его четвертый год подряд стала школа номер 16. Юноармейцы, молодежь, школьники сегодняшние – это же наше будущее. Мы гордимся, что у нас есть такие люди, которые любят свою родину, любят свое Отечество, которые все делают для того, чтобы сегодня наша страна здравствовала, расцветала. Спасибо нашим преподавателям, которые непосредственно работают над воспитанием нашей молодежи. Молодежь сегодня действительно достойная. А лучшим учреждением доп. образования признан Дворец творчества детей и молодежи, военно-патриотическим клубом «Вымпел» которого командует герои нашего репортажа Роман Апарин. Юноармейцы, наше молодое поколение, наше будущее. Приятно на них смотреть, все подтянутые, спортивные, дисциплинированные. Вот, наверное, благодаря такому поколению победа всегда будет за нами. У нас есть будущее благодаря такой молодежи. Будем дальше поддерживать их и их начинание. Дарья Гаркова, Андрей Токарев, Первый Ростовский.